Андрей Воробьёв донёс жалобы жителей до главы ХИМа. Верно, сейчас объясните человеку, что жалобный совет в бедности, понимаете? Мелким хулиганом оказался крупный чиновник. Андрей Викторович, вам сейчас предлагаю добровольно выложить всё, что у вас есть в формате. Что произошло на авиарейсе Красноярск-Москва? Пожар на рынке садовод тушили 7 часов и снова горели металлические павильоны. И самый популярный московский чекин. Парк Горького вошёл в топ самых посещаемых мест планеты. Один человек, мужчина 58-го года рождения, по предварительной версии, пострадал при взрыве газового баллона в Новонекольском монастыре в Можайске. Возгорание произошло в церковной трапезной деревянном одноэтажном здании, которое не было оборудовано ни системой пожаротушения, ни пожарной сигнализацией. Сейчас пожар на площади 60 квадратных метров локализован, угрозы соседним зданиям нет. И в Новонекольском монастыре работает наш корреспондент Наталья Коркина. Наташа, здравствуй ещё раз. Скажи, пожалуйста, что ты сейчас видишь? Горит ли здание до сих пор? Сейчас на Никольской горе продолжают работать пожарные. Они взяли огонь под контроль. Крыша частично обрушилась, но угрозы соседним зданиям нет. Это была главная задача во время этого тушения. Не допустить распространения огня на соседнее деревянное здание, и в том числе на комплекс Новонекольского собора, который является федеральным памятником. Напомню, что взрыв газового баллона произошёл около полудня в отдельно стоящий в деревянном здании. Это трапезная Новонекольского собора. Здесь как раз закончился обед. Пострадал всего один человек. Он с многочисленными ожогами обужено более 20% тела. Доставлен в реанимацию в Можайской ЦРБ. Пожар тушит несколько пожарных расчётов из города Можайской, из Уваровки и даже из соседнего района. Ребята приехали сюда из Верии. Наташа, скажи, пожалуйста, что касается будущего этого человека, мужчины, 58-го года рождения, можно ли сейчас давать какие-то прогнозы, комментирует ли как-то его состояние врачи? Врачи пока не дают никаких комментариев, но прошло совсем немного времени, скорее всего, они борются за его жизнь. Мы сейчас получаем первые кадры. Ситуация в Новонекольском монастыре в Можайске выглядит буквально именно так в эти секунды. В ближайшие минуты мы получим видео. Мы будем продолжать следить за развитием этих событий, а пока перейдём к другим темам. В Химках яблоку негде упасть. Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обратился к главе города Олегу Шахову с требованием прекратить уплотнительную застройку на отдельных участках. О том, что Химки превращаются в каменные джунгли, Воробьёву рассказали местные жители, с которыми он переписывается по электронной почте. Напомню, генплан города приняли в марте этого года. Документ многие критиковали, в частности, за сроки. Его разработали всего за три с половиной месяца. В ходе ослушаний горожане сделали более двух тысяч замечаний. Жанность ведёт к бедности, понимаете? На нарушение законов, наказания. Я с очень прошу. У нас же есть все подписанные соглашения, у нас есть общее понимание. В чём вопрос? Хочешь строить, строим. Обсудить это публично. Как люди объясняют, что на эти общественные слушания вывозят молодых людей из других микрорайонов Москвы на автобусы. В программе развития ХИМОК предусматривается использование 300 гектаров земли. Некоторые из участков напрямую примыкают к жилым домам и люди, естественно, против соседства с торговыми и офисными центрами. Долги за газ и электричество в Подмосковье достигли небывалой.